В планах Кремля, оккупация всей Украины, Лукашенко вновь говорит о своем здоровье, а Трамп собирается уничтожить Харрис на теледебатах. В эфире Нехта самые важные интересные новости к этому часу. Такого еще не было. Налет дронов на российские города. Массированные и успешные. Под ударом аэродром и склады боеприпасов. Украина выходит на новый уровень. Впервые Украина применяет больше беспилотников дальнего радиосодействия, чем Россия. Бунт в РФ и захват Москвы. В украинской разведке рассказали, насколько сейчас реальны эти сценарии и кто может возглавить новый поход на российскую столицу. Переговоры с Путиным возможны неожиданное заявление лидера партии Олафа Шольца и критика в адрес освобожденных политзаключенных Кремля. Я бы хотел, пользуясь этой возможностью, сейчас обратиться к мировому сообществу. Друзья, всем привет. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Войну, которую развязал Путин, понемногу начинают чувствовать на себе жители российских регионов. Правда, тех регионов, которые находятся недалеко от украинской линии фронта. В субботу в Ростовской области заявили, что пережили одну из самых массированных атак БПЛА. Лишь над этой областью, по сообщениям россиян, им якобы удалось сбить 36 беспилотников. Но опять же, местные жители публикуют фото и видео последствий прилетов и сообщают, что дроны попали по емкостям с топливом и по складам. А в генштабе ВСУ уточняют, что дроны долетели до аэродрома Морозовск в Ростовской области. Там уничтожены склады боеприпасов, где хранились управляемые авиационные бомбы. А вот в Орле на пути БПЛА, которые летели на низких высотах, оказались новостройки. Ведомстве Белоусова уверяют, что ПВО сработала на отлично, избила более 70 дронов, в том числе и над Рязанской, Воронежской, Курской, Белгородской областями, а еще над Азовским морем и Краснодарским краем. Непростой была ночь и в Украине. В воздушных силах ВСУ говорят, что в небе кружило 29 иранских дронов-шахет. Сбить удалось не все, но большую часть. Взрывы звучали в девяти областях. Известно, что в Винницкой области был прилет по объекту инфраструктуры. Издание Forbes пишет, что Украина впервые опередила Россию по количеству ответных ударов. Впервые Украина применяет больше беспилотников дальнего радиосактуры. Согласно опубликованным данным, в июле Россия направила в Украину 426 беспилотников. За тот же период Украина нанесла ответный удар, задействовав более 520 беспилотников. Июль может стать поворотным моментом в стратегической войне с использованием дронов и началом растущих проблем для России. Россияне совершат попытку окружить украинские войска в Донецкой области. Это может произойти на ограниченных позициях между населенным пунктом Нью-Йорк и Зализная. О таком варианте развития событий пишут аналитики Американского института изучения войны. Институт изучения войны не считает, что попытка окружения со стороны России обязательно увенчается успехом. Возможное продвижение российских войск к юго-западу от Зализного или к северу от Нью-Йорка может вынудить украинские войска отступить с позиций между Зализным и Торецком. В то же время мониторинговый канал Дипстейт пишет, что оккупанты уже в 100 метрах от города Торецк. Тем временем украинские военные эксперты дают свою оценку событиям в Донецкой области. Да, ситуация здесь очень тяжелая, особенно в районе Нью-Йорка, потому что образовался такой выступ, который создает полукольцо обороны над участком фронта, который, ну он последний, кстати, он последний на всей протяженности фронтов, больше чем в тысячу километров, где наши войска находятся на линии разграничения до 24 февраля 2022 года. Угроза окружения, она сохраняется на сегодняшний день, но благодаря остановке продвижения вражеских войск как в районе Железное, так и в районе Нью-Йорк на сегодняшний день, в принципе, вот это, вот наши войска, находящиеся между этими населенными пунктами, продолжают удерживать свои позиции и отбивать штурмы вражеских войск. Хотя штурмов довольно много. В России нет сейчас лидера, который бы смог повторить бунт Пригожина и пойти так называемым маршем справедливости на Москву для ее захвата. Об этом говорит глава украинской разведки Кирилл Буданов. Но проблем РФ может подкинуть именно украинская разведка. Буданов признался, что до сих пор продолжается работа, которая направлена на уничтожение Керченского моста. Это незаконное строение, которое соединяет оккупированный полуостров и РФ. Оно должно быть уничтожено. От этих планов в ГУР не отказываются. Кроме того, в украинской разведке рассказали, чего хочет добиться Путин. Как можно скорее завершить войну, а главное справедливо, одна из главных задач Украины сейчас. Об этом заявил Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам. Зеленский говорит, что миты украинцы за границей держат сейчас Украину в фокусе мирового внимания. Напомню, что в последнее время, как в Украине, так и в России, стали чаще поднимать вопрос о возможных будущих переговорах. Об этом говорят и в Китае. Накануне на сайте МИД Китая появилось сообщение, что война между РФ и Украиной еще продолжается, но необходимо охлаждение ситуации. Там также вновь напомнили о мирном плане, который предлагают Китай и Бразилия. Переговоры с Путиным возможны, а обмен политзаключенными – это успех. Такое заявление сделала лидер партии Шольца Заске Эскен. Это большой успех для дипломатии, что нам удалось освободить многих немецких и других западноевропейских и западных граждан из российских тюрем. Соглашение однозначно показывает, что можно договариваться вступать в переговоры даже с российским государством и даже с российским агрессором по вопросам, где они также имеют свои интересы. Тем временем освобожденные из российских тюрем россияне накануне дали пресс-конференцию, которая вызвала в сети неоднозначную реакцию, в частности из-за слов освобожденного Андрея Пивоварова, который в Германии заявил, что Западу лучше ослабить санкции против России. Я бы хотел, пользуясь этой возможностью, сейчас обратиться к мировому сообществу, к западным странам, чтобы они повернулись к людям, России, к людям, не к власти, и показали, протянули руку. Это может быть в мелочах, может быть ослабить давление в отношении людей, именно людей, дать какие-то простые вещи, такие как разрешение, например, на образовательные визы для молодежи, какие-то простые вещи, где мы дадим россиянам возможность увидеть, что здесь не сплошные враги, как показывает мой телевизор, а такие же люди, которые помогают людям выжить и освободиться, помогают получить образование. Вот шаги, которые, мне кажется, помогли бы нам всем. Трамп готовится к новым теледебатам. На этот раз они пройдут не на CNN, а на Fox News, и уже, конечно же, не с Байденом, а с Камалой Харрис. В этом уверяет сам кандидат от республиканцев. Трамп сообщил, что договорился с каналом о проведении такого события. Западная пресса пишет, что если это произойдет, то это будут вторые президентские дебаты в этом избирательном цикле и первые между Трампом и новым кандидатом от Демократической партии. Пройти дебаты должны через месяц, 4 сентября, и уже в присутствии живой аудитории. Напомню, что первая телебитва Трампа и Байдена была в студии без аудитории, помощников, подсказчиков и так далее. День расплаты приближается. Такими заголовками пестрит иранская пресса. В Тегеране обещают отомстить Израилю за смерть главы политбюро Хамас Исмаила Хании, который был убит на днях в результате ракетного удара. Западная пресса при этом пишет, что разведки Израиля и США ожидают атаку со стороны Ирана буквально в ближайшие часы. Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток боевые самолеты, которые бы помогли отразить ракетную атаку на Израиль. А крупные авиакомпании заявили о приостановке рейсов как в Израиль, так и в Иран. Напомню, что премьер-министр Израиля Нетаньяху на днях заявил, что Израиль находится на очень высоком уровне готовности к любому сценарию, как к оборонительному, так и к наступательному. Лукашенко рассказал о том, где и что у него болит. Так внезапно отреагировал на обычное пожелание крепкого здоровья от жителя агрогородка Прудок в Гомельской области. Лукашенко признался, что следит за публикациями в соцсетях и уверяет, что негативные сообщения о его здоровье – это происки оппонентов и недоброжелателей. Я только у Бога прошу одного, чтобы и дальше так было со здоровьем. Я не говорю, что идеально, но иногда при храме нога болит, не могут мне суставы отремонтировать. Ну, я думаю, для президента это не так страшно. Где не пройдешь, там проедешь. Со здоровьем, я когда вот так брякну языком, что здоровье нормально, обязательно что-нибудь случится. Поэтому вы не переживайте. Буквально месяц назад Лукашенко также говорил о своем состоянии, тогда жаловался, что график напряженный и выматывает. Напомню, что в июле Лукашенко побывал с визитом у Путина, и именно тогда российские пропагандисты акцентировали внимание на поведении Лукашенко. Ему было тяжело передвигаться между монастырями до часовнями. При любой удачной возможности он искал опоры, и стоять Лукашенко было также тяжело. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от «Нехта» ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе «Икс». Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей! Продолжение следует...